На сегодняшний день интернет один из основных инструментов фербовки и он работает практически безотказно. В группе риска как молодые люди, так и девушки. Но опасность соцсетей для молодого поколения не только в этом. Любой пользователь может стать фигурантом уголовного дела. Достаточно разместить на своей странице материалы, признанные экстремистскими. Профиль, аккаунт в социальных сетях является не личным дневником. Он доступен неограничному числу пользователей, а интернет, как известно, не имеет границ. Именно о том, как не попасть из социальных сетей в сети террористические, и рассказали студентам сотрудники Федеральной службы безопасности. Вдохновителями проекта стала волонтерская организация. Проект рассчитан на два месяца. За это время об интернет-угрозах сможет узнать практически вся молодежь Хакасии. Студенты, ХГУ и вообще молодежь республики, чтобы они понимали, что через социальные сети они могут быть завербованы. Чтобы они были внимательны, какую информацию они размещают в своих социальных сетях, потому что это может быть экстремистская информация. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Поэтому проект у нас довольно-таки крупный, это не однодневное мероприятие. И в завершении занятия студентам предложили смоделировать алгоритм действий в нестандартной ситуации. К примеру, при захвате заложников или обнаружении бесхозного предмета в общественном месте. Простые и одновременно сложные задания, возможно, кому-то в будущем спасут жизнь. Но в планах волонтерского корпуса не только лекции. Совсем скоро в одной из популярных соцсетей появится страница, где любой сможет оставить информацию о вызвавших сомнений на предмет экстремизма аккаунтах или группах. Совершенно анонимно. Наталья Чудина, Игорь Брюханов, Дмитрий Кузнецов. Вести Хакасия.